Да, Дина на старте, не самый быстрый, но самый интересный, наверное, дивизион. И Куприянов Эдуард из Казани, гонщик номер 24, стоит на первой линии стартовой решетки. Рядом с ним Брагин Дмитрий, номер 14 из Тольятти. Вторая линия Дудин, Виталий из Тольятти, Мениханов, Расули из Казани. Саликов Денис и Шагудинов Тимур на третьей линии стартовой решетки. Три казанца, два тольяттинца и один тумерец. То есть так, что Тардан, фальстарта нет и вырывается, мы видим, вперед, аж на третью позицию Шагудинов Тимур. Очень мощный автомобиль, хороший гонщик, на европейских кубках и соревнованиях он выступает. Мы видим, пока толкаются немного машины, проезжая Шикану. И очень хорошее расстояние между ними, очень корректно едут машины. Ну, по крайней мере, пока так Джокер уже... Ох, контакт, контакт, 89 номер, Шагудинов Тимур выбивает бампер из-под Брагина, у Брагина Дмитриева автомобиля. И сейчас отрывается вперед тройка, несколько сзади едет Брагин Дмитрий, в Джокер ушли Мениханов и Саликов. И первая тройка отрывается вперед, выезжает сейчас она на язык, заканчивается первый круг. Что ж, расстановка у нас сейчас, смотрим, нет, расстановки пока рано говорить, поскольку Шагудинов вырывается вперед. Обгоняет он Куприянова и Эдуарда, причем Эдуард Куприянов выпускает также вперед и второго номера Дудина в Италии. Так, ну и смотрим сейчас, на второй круг заехали машины, нам сверху видно абсолютно все. И расстановка у нас такая сейчас, впереди едет Шагудинов Тимур, за ним Дудин, Куприянов, Брагин, Мениханов и Саликов. Зашли машины сейчас уже, выезжают на разгон напрямую, 14 номер мы видим, Брагин Дмитрий, в общем, без бампера нормально едет машина. Не теряет он скорости, будем надеяться, что сможет он отобираться. Первая тройка лихо взлетает на горку, Шагудинов, Дудин, Куприянов и Брагин недалеко от них. Ох, как широко сейчас заходит Шагудинов Тимур, пропускает уже вперед второго номера, и 24 номер Куприянов упирается ему в бок, что ж, потерял, потерял машину здесь на языке с Шагудинов Тимур. Смотрим, продолжает, он легко продолжает гонку и догоняет его уже Мениханов, его земляк, который был в Джокере. Саликов там немного позади, ну, то есть, ну, на последней позиции, пока вот мы его видим, он выезжает на очередной круг. Так, и расстановка сил у нас теперь выглядит следующим образом. Дудин, Куприянов, Брагин, Шагудинов, Мениханов, Саликов. Третий круг, и только два автомобиля были в Джокере, это Мениханов и Саликов. Так, мы видим, 14 номер Брагин Дмитрий сейчас тоже уезжает в Джокер, никого перед ним, в общем-то, и не было, но решил именно сейчас это сделать. Так, две казанские машины мы видим, 18 номер Саликов, ну, и последним выезжает сейчас Брагин Дмитрий, то бишь, три машины у нас были в Джокере, соответственно, три машины там не были. Съезжаю сейчас на язык Шагудинов, Мениханов, название, говорю, старое, поскольку, ох, нет, вот 18 номер сейчас Саликов, похоже, там ошибся, и обгонит его, обогнал легко Брагин Дмитрий, 14 номер. Сейчас он вырвался на пятую позицию. Пока же мы видим двух казанских гонщиков, которые выезжают у нас на четвертый круг уже, совсем недолго осталось, Саликов, будет ли контратака на 14 номер на Брагина, не будет в контратаке. Так, ну и кто же у нас был, ага, вот, сейчас второй номер у нас ушел тоже в Джокер, это Дудин Виталий, отпускает далеко вперед он Куприянова Эдуарда, и на какой позиции-то он сейчас выскочит, разобьет ли двойку, не разобьет он двойку Татар. Казанцев, соответственно, сейчас оказался аж на четвертой позиции, вообще мимо подиума, не так далеко от него уже Брагин Дмитрий, который едет без бампера, как мы помним. Ну и казанские гонщики сейчас пытаются догнать Куприянова, и того у нас в Джокере не были только, только две машины у нас не были в Джокере, Куприянов и Шагудинов, все остальные там уже были. Вот мы видим, кстати, заключительный уже круг, мы видели желтые флаты, судьи в руках, Куприянов далеко впереди, ох, ошибается второй номер Дудин. Судья, похоже, уже совершенно привык к таким событиям, ну и возвращается на свое место. Так, ну что ж, на самом деле это уже заключительный круг, да, ушел Куприянов, сейчас должен уйти Шагудинов, не забыл он уйти туда. И момент истины, ох, ох, 46 номер, это Миниханов совсем, о, вот это да, он даже на первой позиции, Куприянов отрывался, казалось, так далеко он был от всех соперников. И сейчас на второй позиции только выехал Миниханов Рассуль, 46 номер, мы помним, он на первом круге. Так, вот сейчас не ошибся ли он, немного занесло у него зад автомобиля, но нет, не ошибается, по-моему, сейчас будет еще одна атака, Куприянов не оставит все в таком виде, как оно сейчас есть. Мы смотрим, он ищет, ищет, где бы ему вырваться вперед, но до финиша совсем чуть-чуть, не получается, что Миниханов Рассуль, первый по пять сейчас у нас повторяет свой подвиг, второй номер Дудин, и он приезжает на третью позицию, на втором месте только Куприянов.